Итак, всем привет! Мы с вами продолжаем говорить о заданиях на собеседовании для джуниор-позиции. Сегодня мы рассмотрим конкретное задание по дженерикам, обобщенный класс на русском языке. Хотя многие на русском используют дженерик. Когда говоришь обобщенный класс, не все даже понимают, о чем идет речь. То есть главное, что вы должны знать, обобщенный класс, такой класс, который содержит, может содержать переменные какие-то методы, в которых вместо указания какого-то конкретного типа используется некая такая заглушка. То есть там чаще всего буква T, K и так далее. И, соответственно, это делает класс более универсальным. И его методы. То есть, в принципе, он может работать с переменными любого типа. Ну, если вы, естественно, это предусмотрите. И у нас есть небольшое задание на этот счет. Значит, создайте обобщенный класс Payer. Как мы видим, T и U при декларировании класса, указывая вот эти две буквы, мы тем самым говорим о том, что класс будет работать с двумя вот этими вот универсальными типами, где они будут использовать где-то или внутри классовых переменных, или же в методах, да, который хранит два значения разных типов. Класс должен предоставлять методы для получения и установки этих значений. Да, кстати говоря, вот этой вот фразы может и не быть. Класс должен предоставить методы для получения и установки. То есть, если у вас есть некие переменные, и предполагается, что в процессе выполнения программы пользователь должен с ними как-то взаимодействовать, то вы должны соответствующие геттеры и сеттеры ему для этого предоставить. То есть, например, для джуниор-программиста в описании это еще может быть. Может где-то писаться, где-то не писаться. Но если вы претендуете на что-то более высокое, то подобных предложений уже в описании задания не будет. То есть, это подразумевается, что вы понимаете, что это необходимо. Зато потом, как обычно, в методе main создаем несколько объектов, pair с разными типами. Тут есть примеры и выводим их значения на экран. То есть, в целом, все достаточно просто. Значит, создаем новый клан. Не клан, а класс. MainPair назовем его. Public static void main сразу сделаем. String args. И теперь создаем, собственно, сам класс. Класс pair. И здесь мы с вами указываем два универсальных типа. T и U. С которыми класс будет работать. Как-то с ними, ими манипулировать. private t. Это простоты его назовем first. Private u second. Соответственно, конструктор. Public pair. И тут, естественно, у нас t first. U second. First у нас first. Second. Second. Так, это мы с вами сделали. Теперь с вами getter и setter. Чтобы сильно не заморачиваться, мы попросим getter и setter сгенерировать. На Intel и J. Так. First, first, second, second. Отлично. Это у нас есть. И теперь переходим, собственно, в сам main. Значит, создаем pair. И теперь, когда мы уже непосредственно создаем объект соответствующего типа, здесь мы уже четко указываем те типы, которые мы хотим с вами создать. Использовать new pair. Напишем, например, hello. Здесь 23. Pair. Так, что у нас там было в примере задания double-double. Кстати говоря, если у вас есть задание, в котором написано там, ну, как у нас, например, создайте с различными типами и есть какой-то пример, то есть указан пример, какие типы должны быть, то считается хорошим тоном в своем примере использовать именно те типы, которые здесь указаны. То есть помимо них вы можете еще что-то использовать, но то, что указано в примере, обычно используется. То есть это не обязательно, но это считается хорошим тоном. Вот. Значит, у нас там был double-double. Pair 2. New pair. И что мы тут создадим с вами? Ну, например, число P и 51.1, да? И, соответственно, теперь выведем то, что мы имеем. first. Ну, с вами. And you get first. Get second. Ну, и теперь то же самое для второй пары. PR2, PR2. Хорошо, давайте запустим, посмотрим, что все работает. Так, FirstHello23, Hello23, следующий 3.14, 500, да, да. Да, то есть, как мы видим, с помощью обобщений или дженериков мы с вами создали класс, в котором есть методы, которые являются полностью универсальными, то есть подходят для переменных абсолютно любого типа. И, как вы думаете, вот опять же, вот на это задание, ну или вообще, когда идет речь о дженериках, если вас или спрашивают что-то, или вот дают какое-то задание с ними, где вы демонстрируете их работу, обычно всегда после этого спрашиваете, ну хорошо, если все это так хорошо, почему в программах они используются? Конечно, используются, но не так часто, как могли бы использоваться. То есть, почему? То есть, какие есть минусы от такого подхода, то есть, вот в использовании дженериков, какие есть минусы? То есть, как вы думаете, какие? Вот, чтобы вы на это ответили, пишите в комментариях. У меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на YouTube канал, на Telegram канал, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok